Всем привет! Мы были в поисках, куда бы отправиться на один денечек недалеко от Таллина и вот нашли этот замечательный замок Лайца. Пойдем разведывать окрестности. История этого места начинается в 1637 году, когда мыза Лайца была отделена от мызы Руила. Затем она принадлежала многим владельцам, но вот именно это здание в не готическом стиле было построено в 1892 году Вальдеваром фон Укселем. Правда, похоже на средневековый замок. Это благодаря элементам, заимствованным из стиля Тюдоров. В ходе земельной реформы 1919 года мыза была национализирована. Меня всегда удивляло, какое назначение часто давали таким историческим местам. Так и эта мыза служила колонией для несовершеннолетних. Затем она была конторой радиостанции. Кстати, радиостанция, а именно филиал предающего Центра эстонского радиотелевидения, проработала с 1949 по 1998 годам. Это здание до сих пор можно увидеть вблизи мызы. А с 1996 усадьба находится в частной собственности. Сейчас здесь проводятся различные мероприятия, вечеринки, например, в стиле Гэсби. Тут есть рестораны, гостиницы. Ну, развлечений здесь не очень много во время локдауна. Нам даже не удалось попасть в замок. Но одно из этих развлечений – это вот этот лабиринт «Тысячи туй». Тут есть вот такой вход, и надо добраться до верха, и потом добраться до низа. Честно сказать, мой топографический кретинизм не позволил мне все это преодолеть. Хорошо ноги длинные, пару туй перешагнуло. Да, и там скользко еще не до конца все растало, поэтому одну туй чуть не сломала. Ну, ладно. Вот такая история прохождения, увлекательнейшая история прохождения мной лабиринтов. Когда мы сюда ехали, я надеялась погулять в парке рядом с мызой, но оказалось, что гулять здесь особо негде. От парка остались только некоторые фрагменты, а места бывших дорожек угадываются лишь по растущим вековым деревьям. Поэтому пришлось гулять по проезжей части, и я увидела указательно некую гранитную виллу. Оказалось, что эта вилла принадлежит известному эстонскому скульптору Тауну Кангру. Вокруг нее находится сад скульптур со множеством больших статуй. Мне они очень понравились, и показалось, что Кангра наделяет скульптуры животных человеческими качествами. А они сделаны искусно и с чувством юмора. Интересно, что в вилле, помимо стандартных мероприятий для фирмы, семинаров, также проводятся мастер-классы по лепке и рисованию под руководством мастера. Кстати, уверена, что живущие в Эстонии не раз видели скульптуры Кангра на улицах городов нашей страны. Например, счастливый трубочист в Таллине, в старом городе, миг до поцелуя и после на горке поцелуев, черный ангус на улице Виру, отдыхающий мужчина в парке Шнели, бык в Раквере. Все это работы Тауну Кангру. Кроме всего увиденного, есть здесь неподалеку еще одно интересное место. Это Лайцералли-парк. Мне кажется, что здесь каждый найдет себе занятие. Тут есть соревновательная трасса длиной 2,3 километра для ралли-кросса, которая подходит для проведения соревнований, автоспорта и корпоративных мероприятий, а также для езды на своем автомобиле. А еще картинг, коллекция 50 уникальных автомобилей и городок дорожного движения для детей. Вот такие интересные места, всего в 30 минутах езды от Таллина. А у нас в планах продолжать разведывать окрестности Таллина, поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайк и до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!